Всем привет! Сегодня мы с вами рисуем вот такую вот зимнюю улочку по фотографии вот этой милой девушки из Англии. Так, я подобрала примерную палитру оттенков для данной иллюстрации. Здесь у нас идут оттенки коричневого, но можно сделать немножко попроще и часть какую-то убрать. То есть у вас должны быть обязательно теплые оттенки для солнышка, для самого здания и для теней и снега. Вот, можно ввести вдаль немножко фиолетового, чуть-чуть этот оттенок добавить в дорожки и понадобятся темные оттенки для теней и для дерева на первом плане и вот такое очень темное пятно это кусты. Вот референс будет прикреплен в ленте вместе с видео. Предварительно я сделала такую вот небольшую выкраску и раскидал цветовые пятна, чтобы так представлять куда, в какое место, какой цвет накладывать. То есть это делать не обязательно, но иногда это очень удобно. Я сделала предварительно рисунок карандашом. Вот он у меня немножко здесь подстерт, но суть такая. То есть у нас здесь вот есть один дом и сзади там на втором плане. Мы будем концентрировать свое внимание вот на этой центральной части, она у нас самая важная. В целом рисунок можно поделить примерно на условно, на три части. Вы знаете, вот эта часть у нас самая темная, вот эта центральная, желтая и далее. Они плюс-минус одинаковые, вот это немножко чуть побольше. Вот. По высоте тоже вы находите, получается у нас где-то вот вверх зданий чуть больше середины. Эти здания примерно одинаковой высоты, они идут в одну точку схода. То есть здесь у них вот эта одна линия перспективы, будет общая. Вот они можно построить, чтобы это здание не было выше. Да, здесь достаточно такая сильная перспектива. Еще я сделала такой специальный ход, что вот этот вот замок сзади я нарисовала немножко повыше, побольше, чтобы труба не была практически на одном уровне. То есть все-таки чтобы он был фоном для вот этого домика. И примерно можно набросать поворот дороги и наметить вот эту вот линию тени, падающей от забора и зданий. У нас примерно, я еще здесь вот массой наметила, там скорее всего лес и ветви деревьев, которые вдоль дороги стоят. И набросала основные линии ветви. То есть не прорабатывала их, не прорисовывала. Это мы сделаем потом, уже когда сделаем небо. Наметила такие самые ключевые. Передний план показала массами. Просто у нас идут вот здесь вот эти вот туи, труба и вот здесь такие большие кусты. Сверху лежит немножко снега, чуть-чуть. Я вот тут обозначила этот снег и вот здесь вот будет у нас такой куст или там дерево. Вот эту часть нужно будет сделать немножко потемнее, чтобы на фоне нее можно было бы сделать вот этот вот сыплящий снежок. Здесь немножко темноват, референс распечатан. Сама фотография будет чуть-чуть посветлее, там будет лучше видно все детали, там и моменты. Поехали. Начинаем мы с самых светлых оттенков. У нас это Y24. И мы добавляем его как раз где у нас солнышко и в другие теплые места. Так, я рекомендую предварительно ваше изображение, построение подстерить с карандашом. Можно пройтись клячкой, убрать лишний грифель. Особенно это важно вот здесь вот, где у нас в зоне яркого солнца. Потому что светлый маркер, во-первых, испачкается у вас кисточка, карандаш. То есть у меня уже все равно она чуть-чуть темновато. А если вообще не стирать, то она быстро загрязнится и у вас размажется само изображение. Поэтому лучше немножко подстереть. Мы будем более детально, мелко прорабатывать вот в этой зоне, а в остальных работаем более быстро, более свободные, легкие штрихи. Добавляем солнышко на дорожку. Самый светлый момент, где у нас идет отражение, мы оставляем белым здесь солнышко и отражение. Тут я прям слегка добавляю вот эту теплого оттенка, чуть нажимая на кисточку. Вот здесь вот тоже в области цвета чуть-чуть можно добавить желтого. Также у нас есть здесь некоторые веточки, на которые попадает солнышко. Теперь я беру бр-13, заливаю на дальнем плане наши там здания. без проработки. Можно так неравномерно где-то наслаивать, потому что там кирпичная кладка и фактур получается такая неровная пятнами. Здесь не надо делать все особо аккуратно, наоборот лучше добавить каких-то штрихов. Там немного этот оттенок добавим в зеленение. Какие-то тоже деревья или кусты. Чуть-чуть. Самбур. Ну, потом будем это все уплотнять. Пока первый. И можно также немножко этого цвета добавить вот здесь вот боковой фасад. он не такой желтый. Затем мы берем Y-73 и заливаем основную нашу часть. Тоже так поаккуратнее. Я обхожу окошки. Окошки. Так. 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 теперь добавляем O-63. Сюда же был такой теплый оттенок. Не обязательно прям целиком все проходить еще раз. Только можно в некоторые места. И вот в этот вот тоже дом добавляем. Потому что солнышко с той стороны и от этого желтого дома скорее сюда идет такой большой рефлекс. теплый. И можно чуть-чуть добавить теплого цвета. Вот здесь сюда. Наши ветки. Дальше. Теперь берем BR-62. Добавляем этот оттенок. Тоже делаем тут поплотной трубой. Показываем окно. Показываем. Здесь вот белые шапки снега на столбах у забора. Но в принципе если вы вдруг закрасите случайно. Ничего страшного. Поэтому потом это можно сделать белой ручкой. окна. Показываем просто пятнами. и здесь у нас какие-то деревья, кусты. Рисуем их массой. Так как они вдалеке, без детальной проработки, можно чуть-чуть только там кое-где на краях показать. Такие-то веточки. Но в целом делаем это все пятно. Немножко растяжку. Так. Теперь я беру BR-62 и делаю вот этот вот замок на заднем плане. Я его просто заливаю по его контуру. То есть мы делаем такой силуэт на заднем плане. и перехожу в его, ну прям вот плавненько можно вот в этот вот лесочек. Так. И сюда же можно добавить немножко фиолетового оттенка. Вот в A14 он такой светленький, легкий как раз для дальних планов. Хорошо. Потому что у нас обычно туда, ближе к линии горизонта, оно такое немножко всего холодный оттенок, сиреневый приобретает. Вот и получается более живописно. Немножко здесь сразу добавим этого цвета в тень. Она будет, конечно, уплотняться, но все равно будет тоже такое. То есть вы стажный оттенок какой-нибудь, да, один берете и стараться где-то его лучше дублировать, даже несмотря на то, что, например, вы не видите это в реальности. Этим же цветом я делаю тени вот эти вот на снегу. крыша у нас темная на фоне нашего замка и леса. мы его тоже делаем темный. Я беру BR51 и оставляю кое-где пятна снега. Не буду я все целиком заливать. будем как на reference, то есть там есть небольшие пятнышки. И сразу этим же цветом можно сделать поплотнее растительность. и окошко. Так, ну вот в ту сторону, я думаю, не стоит очень темнить. Пусть это у нас, чтобы воздушную перспективу показать, мы оставим место посветлее. здесь у нас тень с правой стороны с забором. и теперь займемся детализацией как раз нашего центра. можно этим же BR51 сразу сделать. здесь вот этот декор на крыше, потому что он такой силуэтный на фоне неба, достаточно темный. крыша там тоже у нас практически вся в снегу. здесь мы уже обращаем внимание на детали. и сразу обозначаем. здесь у нас окна уже светлые. светлые. не отражают небо. поэтому их уже не заливаем. то есть мы видим вот эту теневую часть и отражение рамы в стекле. вот так вот. 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 там под руками так потемнее тут такой делаем сложный оттенок наслаиваю один и другой здесь у нас уже какое-то там растение и вот здесь вот еще забыла еще одна кошечка два там даже кошечка внизу тут крылечко видно немножко оставляю просветы чтобы потом добавить сюда еще какую-то коричневый чтобы было посложнее вот эта часть у нас вообще она такая очень темная очень плотная поэтому здесь мы свободно заливаем и делаем такую ножку растут растушевку бр-62 мы тоже можно тоже погасить видно что там это плотнее все то есть там светится сейчас только вот эти вот шапочки беленькие какие-то мелкие детали именно вот снег можно потом добавить ручкой совсем которые небольшие и я сразу возьму в 14 и пройдусь сиреневым немножко вот этому дому не целиком залью а вот здесь вот книгу чтобы он тоже так ушел туда вдаль перспективу и тоже можно погасить сиреневым снег на крыше потому что он в тени и он не может быть таким белым и ярким так здесь тоже может чуть-чуть добавить сиреневым оттенок а вот в эту часть и тоже здесь снег у нас на крыше видите да он по сравнению с тоном неба так заметно плотнее мы хоть и понимаем что это белый снег но за счет того что он идет у нас в тени до солнце у нас той стороны здесь у нас крыша в тени поэтому белый снег приобретает у нас такой сиреневый либо голубоватый оттенок то есть можете использовать тот маркер который у вас есть там можно добавить например вот этот тоже чуть-чуть оттенок который биджи 62 он будет кстати неплохо повторять наш замок но чуть-чуть то есть я бы вот он достаточно такой плотный по тону поэтому я бы его добавил только здесь в начале и сразу и можно пройтись сделать тень причем это заметьте она вот здесь такая плотная потом посветлее потом опять плотная и вот еще тоже так а потемней вот эту часть здесь видим то не рефлексирует почему она посветлее эти вот моменты стоит улавливать и будет смотреться ваше изображение более выразительно интересно видите да я как раз накладываю штрихи на отмашь к тому месту где мне нужно чтобы было посветлее и сразу добавляю слоев тогда она сразу выглядит как градиент даже особо тут растушевывать ничего не нужно и опять же краям мы не заостряем внимание мы здесь уже делаем более размыто крупными штрихами и опять же я добавляют оттенок стараюсь по чуть-чуть его везде добавлять чтобы он так распределился по изображению вот здесь вот можно хорошо и вы тоже добавить эту в темную часть да нет в эту боковую сейчас мы тут трубу еще уплотним но все равно можно чуть-чуть там как раз такая немножко намокшая кирпичная стена не забавим здесь я уже тоже обхожу снег так ну это такой первый слой потом теперь давайте сразу туда уплотним вот эту трубу здесь тоже да можно чуть-чуть добавить деталек все-таки она к нам ближе здесь более подробно видно но как бы специально мы не заостряем на нем внимание потому что иначе взгляд наш сместиться да нам нужно привлечь внимание к центру я делаю какие-то мелкие детали сейчас бр-51 достаточно темная крыша здесь тень и плюс там потеки кубичная труба тоже здесь можно работать кое-где штрихами какими-то пятнышками чтобы показать тут вот фактуру кирпича что он такая неоднородная тут старинный кирпич уже с какими-то дефектами давайте сразу что да сделаем эти темные пятна кусты я предлагаю сделать p20 это такой холодный зеленоватый оттенок темный для чего чтобы на фоне него было более контрастное желтое солнце этот оттенок можно брать немножко другое там фиолетовый уйти или уйти в темно-синий но я стараюсь делать все-таки его цветным то есть не брать чисто какой-то серый потому что такой цвет всегда смотрится интереснее то есть у нас у тени есть какой-то холодноватый оттенок и чтобы показать солнце всегда берите в контрасте да то есть у нас если желтый оранжевый то это какой нибудь фиолетовый либо синеватый то есть вот цвет должен быть холодный даже есть например у вас нет такого цвета нет такого оттенка берите тогда старайтесь кулгрей то есть чтобы он был холодный у нас всегда так происходит если свет у нас холодный то тени теплый и наоборот сейчас у нас свет теплый поэтому тени мы делаем холодный здесь уже я штрихи кладу немножко так вот по форме вертикально как у нас растут такие вот деревья с этой стороны мы оставляем небольшой свет чуть-чуть потом мы добавим сюда теплого оттенка и чуть-чуть нужно детализировать вот теперь чуть-чуть добавлю этого же цвета в окна и тут какие-то элементы можно потемнее сделать как я говорила сделаем сразу вот здесь вот светлую часть чтобы не забыть бр-63 немножко добавляем теплого коричневого пока вот и хлеб emp как будто грязный снег потому что вот он против света какие-то можно сделать большие тут посередине пятнышки дороги добавляем теперь вот этот красивый такой оттенок br43 br42 даже два этих оттенка они немножко сереневатая даже не знаю как сказать такой сложно коричневого розового чего-то такой оттенок серый как раз вот сюда вот снег на дорогу то есть сначала работаем светлым то есть тоже я делаю на отмышь у нас передний план по плотнее с сильно тут тоже не будем что-то прорабатывать чисто дадим тональность чтобы у нас не белый лист здесь был у нас будет такая легкая умышленная незаконченность но тон все-таки нужно набрать потому что мы когда сделаем этот верх где у нас ветки чтобы у нас держался низ его нужно сделать достаточно плотно и можно чуть-чуть это все дело растушевать и вот сюда ближе к свету возьмем как раз кугры сэвен угры 7 до раз у нас здесь получается такой же холодный оттенок светлый на стыке между светом и тенью и заодно немножко растушиваем наш br43 с этой вот страны можно уже еще поплотнее сделать здесь уже 42 добавляем чуть-чуть показывает этот вот контур более плотно где у нас лежит снег здесь уже смотрите по референсу и просто повторяйте вот эти вот старайтесь повторить эти пятнышки и теперь можно и тот же оттенок добавить вот здесь вот где у нас деревья там они поплотнее и как уже говорил нам все надо поплотнее чтобы этот снежок показать можно прям массой сделать заборчики еще забавно br42 чтобы еще поплотнее так теперь поработаем немножко над фасадом что нас тень снизу под этим карнизом здесь уже важно обращать внимание на детали снизу это боковой поверхности нам практически одинакового тона темнее чтобы завернулся на и добавим это же цветы опять же наш боковой фасад теперь возьмем так бр63 и погасим немножко рамы вокруг наш хокон вот этот особенно внизу там можно прям целиком все залить залить и утемнить немножко к низу тоже меньше свет попадает так вот это же окошечко погасить можно как раз как раз бр42 чуть-чуть еще плотнее сделаю здесь на трубе так она так более силуэтно смотрелось вот вот сейчас уже видно что не хватает яйтона вот и растушую чуть-чуть больше садов вот и растушим нашим 14 сиреневым мы гасим снег оставляя только вот эти вот совсем светлые тоненькие блики в той части с этом на свет освещен а здесь у нас уходит в тень теперь беру на 3 gray 4 прохожусь немножко кустам чуть-чуть добавлю деталек какие-то торчат веточки что же к темным добавляю чуть-чуть на раму что тут такой был тоже посложнее цветами от 1 вот коричневый можно потом еще пройтись например цветными карандашами для большей деталировки сделать контуры почетче нет хорошо он такой немножко подсушенный тут немного чернила давно заправлен поэтому достаточно тонкую линию дает иногда хорошо нет какой-нибудь такой маркер это наброшь подсушенный он и там и детали подходит даю это это и Вот так. И теперь мы переходим как раз к нашим веткам. Так как у нас здесь вот солнышко, да, и у нас ветки попадают прямо на этот блик, мы начинаем сначала со светлых оттенков коричневого и потихоньку переходим на растяжку. То есть здесь у нас будет светлое, темнее, темнее и здесь уже самое плотное. Поэтому мы сначала берем BR62 Mushroom и тонким пером, либо кисточкой, в зависимости от того, какой у вас маркер. Краш или классик. Так, мы начинаем делать с веточки. Видите, они достаточно светлые здесь. Можно даже цветным карандашом, если хотите, прямо потоньше. Чуть-чуть там есть какие-то листики, сережки. То есть мы опять так же, по такому принципу мы добавляем этот оттенок. И верхние ветки, несмотря на то, что они сейчас будут еще темнее. И к серединке я бы еще сделала даже посветлее BR63, который тут совсем на солнышко попадает. Прям полненько. Вот, потом мы уже переходим на более черные оттенки. Можно начать с BR51. Если вам сложно произвольно рисовать, то можете сначала более детально нарисовать все ветки. Или карандашом, каким-то вспомогательным инструментом. Если у вас уже рука достаточно набитая, то можно сразу делать маркером. Можете там как-то произвольно. Тут уже сильно прям не надо. Веточка к веточке, да. То есть мы берем основную идею. А дальше уже добавляем какое-то творчество его. Там можно немножко кое-где добавить каких-то листиков засухших. Здесь такой достаточно плотный кусок. Практически без просветов. И вот как раз он переходит более светлый. Там тоже можно немножко тоненьких добавить, чтобы не так это грубо смотрелось. листиков. И вот здесь бы я тоже добавила немножко оттенка BR42. такого более розоватого и он посветлее. Чтобы они перекликались с низом. 2 месяца... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь вот тоже можно немножко добавить вот этих вот точечек и пятнышек, оно будет тоже хорошо смотреться. Продолжение следует... Возьму сейчас B64 голубой и немножко растушую здесь ветки, где небо. Во-первых, чтобы у нас там не было белой бумаги и чтобы веточки помягче смотреться. Но только вот кверху, да, у нас небо всегда тоже по градиенту идет, оно в горизонт светлее. Кверху темнее. Украю здесь делаю тоже чуть-чуть поплотнее. Немножко у меня суховат маркер, надо подзаправить, а то получается ведь все уже не растушевывается. Чтобы у нас было ощущение еще больше света, да, то есть здесь самая светлая часть сюда уже поплотнее. И можно немножко также в верхнюю часть окон добавить голубого. Видите, получается сложные такие оттенки везде. Когда вы один цвет добавляете... Здесь прямо вот этот вот элемент, вот здесь вот посередорожки. Такой у меня холодный прям голубой оттенок. Сейчас мы его так и сделаем. Так, и надо еще вот здесь будет уплотнить падающую тень. Потому что она намного плотнее. Здесь у меня провалилось это место. Так, я возьму колгрей 4. Проверим. Немножко у нас здесь вот выступает. Прямо максимально такой темный кусочек. Вот. Теперь он так сразу появился. Хорошо стало. Здесь немножко тоже книзу сделаю потемнее, чтобы оно поинтереснее было. сформировали. Так. Еще мне хочется чуть-чуть все-таки добавить... как-то сделать сейчас потемнее возьму еще раз я биджи 62 и попробую вот в этой части немножечко будет поплотнее сделать потому что он сейчас получается очень равномерно такой немножко плоский элемент очень нравится чтобы не был прям совсем такой тушки куда же намек то такое прямо пятно сюда взгляд притягивается я возьму симпул грей один у нас самый плотный нас не можно осторожно может быть даже лучше наверно нейтрал грей один взять или у грей они посветлее и широкой частью я добавлю кое-где вот здесь совсем таких плотных фрагментов штрихами да то есть ведь я оставляю предыдущий цвет не все заливаю иначе он прям но все прикроет ее смысл и чуть-чуть в этой части тоже она была и поинтересней таким пятном и еще немножко поплотнее потому что там оно такое очень черное пятно вот прям совсем черным не стоит конечно же заливать но вы как раз добавить такие фактурка немножко что у нас там какие-то насаждения и этим же цветом я добавлю тень некоторые участки на ветках вот особенно от найти толстые которые у нас здесь мы в тени чтобы вот эта масса тоже не было такой как бы однородно коричневый до хочется здесь какие-то участки сделать более плотно то есть опять же мы не все ветки обводим заново оттока некоторые фрагменты иначе все опять станет однородно черным ну а ты старайтесь обводить немножко снизу потому что на сверху там и снег лежит и солнышко касательно теперь можно белой ручкой посмотреть какие тут у нас потерялись может быть циталии белый снежок за забором тоже можно это все чуть видеть но старайтесь равно до оставаться вот здесь в серединке то есть опять деталюшки сюда мы не уходим на боковую часть но можно наш центральная там ног потеряла трупа позицию сильно не влияет поэтому страшно так вот эти мелкий кусочек не очень нравится немножко сделаю я поплотнее вот тут вот это бр-63 что вот она на этом фоне да здесь у нас уже сиреневой тональность у нас тут есть набрано поэтому чтобы здесь был поплотнее вот здесь вот можно показать чуть-чуть веточки прям белым потому что они там против света так загораются хорошо ну что погасить можно немножко пальчиком и у нас как раз остается вот этот снежок можно взять кисточку с достаточно густой такой краской и еще сверху побрызгать все-таки сначала лучше вот вот эти вот немножко направления задать ручкой потому что брызги вас будут такие беспорядочные то что как бы показать что он там сыпется все-таки лучше так немножко внутренно односепная работа ну что делать тыкаем и тыкаем и можно чуть-чуть бюджет 62 сделать немножко точечек на продолжение вот тут на фоне неба то есть они получается сыпется с веток и против света они получаются наоборот темные то есть на фоне светлого они темные на фоне темного они светлые ну чуть-чуть только потому что все таки маркер потолще здесь можно показать что там сверху снег лежит еще в принципе все я добавлю еще чуть-чуть контура кардашом где мне хочется подчеркнуть немного так совсем так и не хочется чуть-чуть деталек на окошечках можно нарисовать вот эти там потому что маркер все-таки достаточно толпкий деталек чуть-чуть не хватает это уже по желанию да так кончики отливы вот в общем все можно еще тут порыться в каких-то детальках где-то еще по прорабатывать до дорабатывать но целом все у нас готово спасибо за внимание рисуйте по нашим урокам отмечайте скетч маркер меня в своих работах и всего хорошего спасибо за внимание 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 и